И молебен с сурдопереводом. В минувшее воскресенье в Святопокровском архиерейском соборе провели церковную службу за здравие людей с ограниченными физическими возможностями. Молебен был посвящен Всемирному дню инвалидов. Эти люди заслуживают нашего внимания и милосердия каждый день, а не только 3 декабря. Обращаясь к прихожанам Святопокровского храма, запорожский архиепископ призвал верующих проявлять большее сострадание к инвалидам, помогать в миру силы возможностей. Очень важно, чтобы мы помнили об этих людях не только в день, когда призывает всемировая общественность вспомнить, а каждый день. Потому что, заботясь о них, мы можем сказать, что мы заботимся о своей душе. Мы воспитываем в ней милосердие. Те, кому был посвящен молебен за здравие, остались благодарны Запорожской епархии за проявленное внимание. Любое такое мероприятие прибавляет нам больше жизненных сил. Так говорят родители детей с особенностями физического развития. И дети, и их родители уже не знают, кого просить о том, чтобы силы небесные или ангелы вернули здоровье детям. Не давали отчаиваться. И, конечно же, сегодняшняя акция – это намного сильнее, наверное, всего того медицинского для детей, у которых страшное клеймо инвалид с детства. В завершении службы каждому из тех, за здравие которых священнослужители читали молебен, представители Запорожской епархии вручили подарки.